Увлекательный детектив, шпионский боевик и романтическая драма. Истории, взятые из жизни. Собственно, это и есть сама история. История Казахстана, неотделимая от мировой. Смотрите прямо сейчас. Наша версия. Reflections on History. Символ Солнца. Внизу несли свои воды бездонные реки, безграничное небо притягивало своей синевой. И когда он стоял на вершине горы, казалось, вечное солнце запуталось в его рогах. Судя по всему, это изображение Архара. Вот они. Рядышком расположены друг с другом. Это вот такой контурный кружок окружности. У этой вот идет, пересекает по диаметру линия вот такая Г-образная. Крючок. Это солярный какой-то символ? Ну вот тут тоже вопрос возникает. В общем-то, первое, что на ум приходит, конечно, солярный символ. Перечеркнутый круг, по-другому убитая луна – это и знак времени. Солнце и время – все в одном сошлось. Древний евразийский символ – Архар. И небо было другим, и природа была вокруг другой, и воспринималось все, что происходит по-другому. Там, где связано с Аблагорным и овцеводством было, там овца, коза была, конечно, татемный живот. Вот этот алтайский – самый крупный. У него до 200 килограмм может его веса достигать, вот это животное. Глава первая. Первопроходец миров. Когда это случилось, и кто был первым? Претендентов не так много. Сначала вроде была собака, затем корова и коза с овцой. А произошло это примерно 10-13 тысяч лет назад. Первым домашним животным на планете была домашняя коза. Это на территории Ближнего Востока. В горах это было сделано. И в то же время появились и первые злаки там. Козы и овцы – как проводники прогресса. С них начиналась и промышленная революция. Правда, происхождение свое они ведут от разных животных, что жили примерно на одной территории. Предком овец был горный баран – муфлон. Козы ведут свой род от бородатого или безуарового козла. К тому же козу одомашнили несколько позже, примерно на тысячелетие. Но вот с тех самых пор эти животные – неизменные спутники человека. И в первую очередь кочевника. Более того, необходимость искать новое пастбище, собственно, и способствовала появлению нового образа жизни – кочевого. А кочевой образ жизни способствовал непрерывному мировому обновлению человечества. А значит, прогресс. Для казахов смысл жизни был – это скот. Потому что скот их кормил, одевал, обувал. В далекой древности баран всегда был образом позитивным. В отличие от козла, который в некоторых верованиях олицетворял сатану. А вот баран – совсем другая история. Символ плодородия и царственности. Его рога, к примеру, украшали шлем Александра Македонского. Да и вообще овца, согласно древним преданиям, сделана из неба и огня. А горный козел – из камня. Мифы – это прежде всего миропонимание. Это космология, то есть научная фантастика древних. Как древние понимали мир, природу, окружающую среду, небо, землю и так далее. И мифология – это прежде всего имея прямое отношение к космосу. И одно из самых космических животных – архар. Тоже баран, только горный. Мощная парнокопытная, к сожалению, ныне редко встречающаяся. Длина тела до двух метров, высота в холке до полутора, вес более двухсот килограммов. Алтайский архар аргали, он был самый здоровый, он чуть ли не вот с этого морала размером. Это мощнейшее животное, которое населяло высокогорные участки Алтайских гор, и которые обращены к югу, южные склоны. То есть там, где луга, нет леса, вот такое открытое пространство. Череп самого крупного архара, убитого в 1907 году в Катон-Карагае, сейчас хранится в Санкт-Петербургском институте зоологии. Вот он как раз и был почти трехметровым гигантом, с учетом рогов, конечно. Видимо, сама природа как-то способствует, содействует увеличению размеров животных, которые здесь обитают, на Алтай. Этому животному многие качества приписывали – решительность, превосходство, целеустремленность и отвагу. Как сильный представитель, как лидер, архар входит всю систему звериного стиля. То есть это мощный зверь, который большими скачками и так далее, и так далее. Конечно, он один из героев. От Тихого океана до Средиземного моря этот символ Солнца был распространен широко. Древнеегипетский бог Ра в облике барана появлялся. В этом же обличии индийский Индра. Древнегреческого Зевса нередко изображали с бараньими рогами. А еще скандинавский громовержец Тор на бараньей упряжке ездил. У казахов баран тоже почитаемое животное – символ Срединного мира, земной жизни. Существо наиболее чистое. Оттуда, из древности, обычаи одарять гостей бараньей головой. Причем не каждый мог ее взять. Если у казаха еще был жив отец, он никогда им не брал в руки барана. Потому что не положено было. Если у тебя есть отец, если подавали на люди голову барана, если он еще жив твой отец, он не имел права держать. Голова самому главному, ребра, чтоб все в мире жили, тазовая кость к благоденствию. Каждую часть давали в строго определенном порядке. Разделка барана – это ритуал возникновения жизни и порядка из хаоса. А еще, согласно казахским поверьям, баран – это единственное животное, побывавшее в раю. Жертвоприношение, как средство искупления грехов. Ритуальный нож из далекой древности, примерно 5000 лет назад. Найден в поселении Батай. А это жертвенные камни, более позднего происхождения, с головами горных козлов. Ну, у них не было одной функции. Это как раз было время, связанное с актской временем, также для бытовых, но вот в форме, опять-таки, может быть, основной тотем – архар. Это тотемные животные. Самое распространенное жертвенное животное – овца, популярное у многих народов мира. Какую принести в дар высшим силам, цвет тоже имел значение. Белые для богов неба, ветра, солнца. Богам темных сил и подземного царства жертвовали черных баранов. Здесь козел перевернутый. Все перевернутые изображения, включая символы, если он имеет перевернутую часть тела, или как это назвать, это все символизирует собой неживую энергетику. Скорее всего, так наши предки изображали жертвенных животных. Кстати, бараны и их родственники относятся к наиболее ранним сюжетам древней живописи. Солнечное божество. Потому что козел или пушан, он имел название пушан, он воплощал с собой именно силу, мощь солнца, солнечное ядро. То есть вот эта мощь и силу солнечного ядра. Но это имеется в виду архар? Ну да, козел. Горный козел архар? Да, горный козел. Вот отсюда и очень часто это изображение встречается и в наскальном творчестве. Воспроизводство скота, рождение детей – непрерывное движение мира. Великое вселенское плодородие, которое обеспечивал обряд жертвоприношения. Так считалось в древности. Мир раскрывается, как мать-земля, значит, свои вот эти огромные, значит, пространства, все цветет, потом опять идет постепенное угасание, засыпание мира, потом, значит, опять финал, и, собственно, кочевник опять ждет, значит, новое время, когда будет все цвести, будет все заново рождаться. И вот, то есть, это философская система ценностей. Философские ценности, вплетенные в народное творчество. Аппликационный сырмак. Контуры рисунков напоминают завитки рогов. Кошкармуис, бараний рог – самый распространенный мотив орнамента в казахском прикладном искусстве. Образы двух рогатых копытных, что стоят по двум сторонам мирового дерева. Символ изобилия, известный всем евразийским кочевникам. Глава третья. Страж предела. Сохранилась часть, видимо, какой-то большей композиции, потому что здесь вот вывалился кусок, а здесь вот мы видим три козла, три архара идут они у нас, получается, на запад. Один архар, второй, третий. Это важно, что они идут в определенном направлении? Я думаю, что важно. На запад, где садится солнце. Куда же еще идти солнечным богам? Ну или их земным воплощением. И три архара тоже не случайно. Согласно древнегреческой версии, он был красавец-великан, замечательный охотник. Однажды погнался за добычей, но стал созвездием. Версия другая, принятая в азиатских просторах. Ловкий охотник пустился в погоню за тремя архарами, но когда почти настиг их, у архаров выросли крылья, и они улетели. Вот кому здесь жить хорошо? Архарам! С тех пор так и преследует охотник трех баранов в звездном небе. Это легенда о созвездии Орион, или по-другому – три архара. Уж архар Тарасы. Люди поклонялись небу, солнцу и земле. То есть был период шаманизма. И горный архар считался самым близким животным, которое находится к Богу. То есть он мог забраться на гору и рогами достать небеса. Вселенная, которая окружает людей, она всегда манила кочевника. Одно из самых красивых созвездий. Большой четырехугольник неправильной формы. Внутри его тот самый пояс Ориона, который образуют три яркие звезды. Их еще называют тремя магами или тремя волхвами. Они же напоминают расположение египетских пирамид в долине Гиза. Считалось, что это созвездие стоит на страже времени, на рубеже великих эпох вселенной. Кстати, Орион в переводе с греческого – страж предела. Небесный охотник ночь догоняет солнцеподобные божества, и они уходят на закате. Это было не просто стремление соединиться с этой вселенной, а были выработаны конкретные атрибуты соединения с тем миром, который не опознан, который представляет из себя огромный интерес и в то же время как бы определяет будущее людей. Наши предки верили, что овцы могут предсказывать погоду и привлекать удачу. Из костей и шкуры изготовляли целебные снадобья, с их помощью изгоняли злых духов и гадали. Считалось, что для этого больше подходят грудная кость и правая баранья лопатка. Сказание по бараньей лопатке, например, да, ведь эта же традиция еще велась еще со времен гуннов. По другим данным, гораздо раньше, со времен неолита и до сих пор сохраняется у многих народов мира. Даже термин есть специальный – скапулемантия. Баранья лопатка, имеющая форму треугольника, еще и оберег. Она защищает и дает сил. Треугольник лежит в основе всего мироздания. Человек в этом мироздании на вершине, я на вершине. И женское и мужское начало. Пытаясь постичь законы мироздания, колдун разогревал лопатку на огне и трактовал будущее согласно появившимся трещинам. А все потому, что баран – это символ огня, мира земного, огонь страстей реальной жизни. Он и помогает узнать тайны мирские и понять будущее человека. Эпилог «Окрыляющие надежды». В виде полусферы здесь сидит горный козел. Если его хорошо разглядеть, его ноги, роги, все нарисованы на зрачку. На первый взгляд это кажется просто полусферой, а на самом деле это изображение горного козла. Вот рог у него вот здесь. Как бы она сидеть, крылатая еще. Такие миниатюрные изделия, еще они… Это такой крылатый козел получается. Да, да, да. Крылатые и мифические, способные долететь до небес, изменить течение жизни. К лучшему. Именно с Овна начинается новый светлый цикл. Приходит весна на Урыс. Начинается со светлого, с прекрасного, с могущественного. То есть солнце, как солнечное божество, как вот освещающее, опять дальнейший путь этих кочевников и держителей степи. Архар не только символ солнца, символ единения и гармонии, потому как рога его как два полумесяца. Согласно древним преданиям, он ими цепляется за солнце и ведет по небосклону. И, в общем-то, все складывается, как в древней казахской загадке про ночь и день. Белый баран ушел, черный баран остался. А потом все опять повторится. Вечный круговорот жизни.